Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний обзор будет посвящен Wi-Fi реле с выносным датчиком температуры. Кроме управления подключенной нагрузкой до 16 А, к устройству подключается внешний датчик температуры, который может работать диапазоном от минус 20 до плюс 100 градусов по Цельсию. Кроме этого устройство имеет годовую статистику температуры, а также может контролировать энергопотребление. Кроме включения выключения по таймеру, сценарию кнопкой на реле или с помощью приложения Tuya Smart управлять устройством можно дистанционно с помощью брелка дистанционного управления, работающего на частоте 433 МГц. Давайте далее более детально рассмотрим это устройство, его возможности, автоматизацию и интеграцию системы Умный дом Home Assist. Продвес довольно надежно упаковывает товар, даже если при самом бигаларном грузчике шанс получить поврежденный товар минимальный. Пульт дистанционного управления находится рядом. Само же реле поставляется вот в такой вот коробочке без особых опознавательных знаков, 285 на 250 Вольт и модель TYTE 16 А. Внутри находится само реле, внешний датчик температуры имеет толстый гибкий провод длиной 1 метр. Для подключения крылей используется 3,5 джек на 3 контакта. С другой стороны, сам датчик DS18B20 в корпусе из нержавеющей стали продает и заявляет, что диапазон измерения температуры минус 20 плюс 100 градусов по Цельсию, но согласно датащит цифровой датчик температуры позволяет измерять температуру в диапазоне минус 55 до плюс 125 градусов по Цельсию и при этом абсолютная погрежность преобразования меньше 0,5 градусов по Цельсию, но в диапазоне контролируемых температур от минус 10 до плюс 85 градусов. Реле достаточно большое, его размеры 94 на 57 при толщине 32 мм. В верхней и нижней части присутствуют отверстия для крепления реле, но можно использовать двухсторонний скотч. На левой и правой грани присутствуют небольшие прорези для вентиляции. На передней панели находится кнопка включения-выключения реле, она же кнопка сопряжения, правее от нее индикатор подключения к Wi-Fi сети. Ниже нанесены характеристики устройства. Тут мы видим, что диапазон измерений уже от минус 50 до 125 градусов по Цельсию, максимальная нагрузка 3 кВт или 16 А. В нижней части под пластиковой крышечки находится клеммная колодка подключения питания реле и подключения нагрузки. Задняя часть плоская, поэтому можно закрепить на любой поверхности с помощью двухстороннего скотча. Выкручиваем 4 шурупа, открываем заднюю крышку и достаем плату. Соплей припоя и несмытого флюса я не увидел. За умность устройства отвечает Wi-Fi-модуль SB3S. SB3S – это встроенный модуль Wi-Fi с низким энергопотреблением, разработанный TUI. Он состоит из высокоинтегрированного радиочастотного чипа BK7231N и нескольких периферийных устройств. SB3S не только поддерживает режимы Wi-Fi, AP и STA, но также поддерживает Bluetooth LE. Встроен 32-разрядный процессор с низким энергопотреблением, который также может работать как процессор приложения. Тактовая числа от 120 МГц, рабочее напряжение от 3 до 3,6 В. За включение и выключение нагрузки отвечает реле FANHAR W361AT. Максимальный ток 16 А, управление 5 В. В верхней и левой части мы видим антенну приемника сигнала 433 МГц. Ряду находится микросхема RFE274DM23A30. За подсчет электроэнергии отвечает на микросхема BL0937 – однофазный счетчик энергии. Может измерять мощность, ток и напряжение. Пульт дистанционного управления похож чем-то на пульт от очень древних сигнализаций для авто. Прямо в ностальгии я бы сказал. Подвигаем крышку слайдер и видим одну кнопку управления и светодиод индикации нажатия. Если бы в реле было больше каналов управления, то и кнопок также было бы больше. Но про это в другом моем видео. При нажатии на кнопку светодиод загорается красным светом. В нижней части карабинчик крепления, задняя часть гладкая с небольшим выступом под палец. Если вы находитесь далеко от релей, сигнал не добивает. Вытягиваем антенну и все будет работать. Питается пульт от батарейки 23А 12В. Батарейка уже идет в комплект. Схема подключения. По сути тут все очень просто. На контакты L и N IN подключаем питание от сети 220В. А контактом OUT подключаем прибор, которым будем управлять. Это может быть нагреватель, лампа накаливания, ТЭН, мотор разбрызгивателя воды или даже холодильник. В верхнюю часть подключаем наш датчик температуры. При подключении реле очень важно не путать фазу и ноль, так как реле разрывает именно фазу. Для этого нам пригодится простая отвертка индикатор фаз. Я подключил все правильно. По возможности TUE Smart переводим наше реле в режим сопряжения. Для этого удерживаем кнопку на передней части в течении 6 секунд, пока светодиод не начнет моргать. Открываем приложение TUE Smart и нажимаем поиск устройства. В моем случае даже не понадобилось, оно сразу появилось в списке «Добавляем». Добавляем его и через некоторое время оно появится на нашем главном экране. Добавляем его и через несколько минут устройство появится на главном экране. С главного экрана можно управлять включением и выключением, даже не заходя внутрь плагина, а также видеть его статус «Включено» или «Выключено». Перейдя внутрь плагина мы видим текущую температуру от внешнего датчика, можем активировать функцию Auto Work. При активации откроется окно, где мы можем выбрать либо поддержание тепла, либо режим поддержки охлаждения в диапазоне от минус 20 до плюс 150 градусов по Цельсию. Смысл этого режима в том, что мы один раз задаем нужную нам температуру, дальше, если температура будет ниже и выше заданной, включится подключенный к реле прибор, обогреватель или кондиционер-охладитель. По сути, устройство реле плюс датчика температуры становится автономным и работает без необходимости автоматизации, так как это автономное реле, поэтому кнопки включения тут выделили третий рядок. Если включить реле физической кнопкой на корпусе, статус передается в приложение. В настройках таймера есть возможность выставить как различные таймеры, выбрать время начала и конца работы, день, неделя, режим работы, нагрев, охлаждение и установить температуру. Также таймер обображается на главном экране, что довольно удобно. После этого управлять включением или выключением таймера. Также можно установить таймер обратного отсчета, после которого реле изменит свой статус. То есть, если все было включено, то выключится и наоборот. Перейдя в меню статистики, мы можем посмотреть статистику температуры в разрезе дня, месяца или года. В разделе статистики электроэнергии отображается текущая подключенная мощность, нагрузка и общая затраченная электроэнергия. При выборе дня, месяца или года показания будут ображаться согласно выбранному периоду. Перейдя в настройки, можно указать гестерезис минимальный 1 градус Цельсия, выставить задержку включения по умолчанию 2 минуты, включить оповещение о выключении, выбрать единицы измерения, а также провести калибровку нашего датчика, если его показания не совпадают с эталонными. В общих настройках можно выставить уновления, если устройство вышло из сети, поделиться с другими членами семьи и проверить обновления ПО. В целом автоматизации тут и не нужны, так как устройство по сути уже автоматизировано для выполнения включения нагрузки по температуре. А тут для автоматизации довольно большой список. Включение и выключение. Таймер обратного отсчета. Выбор режима. Обогрев охлаждения. А также включение и выключение подключенной нагрузки. Переключение единиц измерения. Установка граничной температуры. Вибрации тут вообще не к месту, ладно. Установка значения коррекции температуры. Установка температуры охлаждения, хотя это никак не относится к этому устройству. Вот и автоматизация. Самая простая. Если время какое-то, то включить нагрузку. Но думаю тут будет более уместно включение, выключение, освещение. Например, если устройство включилось, включить розетку со светильником. Выключилось? Выключилось. В экосистему умного дома Home Assist устройство добавляется через интеграцию Tuya Smart. Обновляем и переходим внутрь. Вот появилась наша умная реле. Из управления доступна только возможность отображения текущего статуса устройства. Возможность включения и выключения внешней нагрузки. Данность датчика температуры. Вот так это выглядит на главной панели. История изменений, как вы видите, берется с сервера Tuya. Где здесь доходила у нас максимальная до 99,6. Минимальная до минус 16 градусов. Проверим корректность показаний датчика. Для этого я буду использовать проверенные датчики от компании Xiaomi. Как видим показатели с внешним датчиком практически одинаковые. Расхождение в 0,1 градус Цельсия считаю допустимой погрешностью. Давайте зададим режим работы охлаждения при температуре выше 70 градусов Цельсия. И заставим закипать наш чайник. При превышении температурных 70 градусов реле должно подключить внешнюю нагрузку и охладить датчик. В моем случае в реле охладителя будет выступать банальная лампочка. Как видите все прошло без проблем и реле отработало свой сценарий. Температура кипения воды составляет 100 градусов. Что ж проверим. Датчик показал 98,8 градусов. 99,6 просите данные не обновились. В целом 0,4 градуса для 100 градусной температуры. Хотя достаточно неплохая идет точность. Потому что заявлено у нас до 85 градусов по Цельсию. Точность 0,1 градус. Считаю очень неплохой результат. Для минусовой температуры будем использовать холодильник. В морозилке согласно индикатору холодильника минус 15 градусов. Давайте проверим. Спустя некоторое время мы наблюдаем температуру минус 15,6 градусов. Что в принципе совпадает плюс-минус с показателем 15 градусов. Но я не знаю чей датчик будет вернее. Мой умный или холодильник не очень умный. Получилось очень полезное устройство для владельцев аквариума, террариума, теплиц и прочего. А именно там где необходим постоянный контроль и поддержание нужной температуры. Датчик температуры достаточно точный. Но при необходимости можно провести коррекцию температуры в большую или меньшую сторону. А наличие энергомониторинга позволяет не только определять сколько киловатт часов потребил подключенный крылеприбор, но также и понимать, включился он или что-то пошло не так. Это особенно полезно, когда визуальный мониторинг невозможен. Все ссылки на товары вы найдете в описании под видео. Там же находится ссылка на группу в Телеграм, где вы найдете не только новинки по системе умного дома, а также купон акций, прочее общение и ответы на ваши вопросы. Пожалуйста, не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось, подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео про системы умного и не очень дома. Всего всем хорошего, пока-пока.